всем привет дорогие друзья вы на канале китай случился меня зовут руслан сегодня у нас очередной пациент очередная замена дисплейного модуля почему замена потому что вот так это все выглядит видите да и такое чувство культ телефон прям покидали телефоном играет футбол моделька у нас а 01 я прям убираешь самсунгов у них а 01 а 10 они раньше были а 50 там на увеличение шли а 70 теперь а 01 дальше будет а 005 там еще я не знаю убавляют короче маленькой вы бюджетник делают так аппарат мне абсолютно не нравится вот это выбирающая камера два модуля ну на хрена вот бюджетники помогли не знаю она выпирает так что если выложите телефон камера затрется в стопроцентах там это камера говно еще плюс если затрется это будет вдвойне говно так убираем сим лоток я честно говоря телефон не разбирал ни разу такой но имею дисплейный модуль уже привез что у него тут шлейфик и я так предполагаю что все таки надо аппарат разобрать через заднюю стенку дабы протянуть шлейфа но я не разбирал аппарат не знаю может быть ошибаюсь давайте вскроем посмотрим аппарат первый раз у меня в руках такой аппарат самсунги иногда поражают тем что вот они ну вроде бы сделали да хорошо людям бюджетник все дела бюджет но сделайте вы нормальный бюджетник берите всякую ферму из него лишнего две камеры вот эти дайте местную камеру памяти то нормально чтобы он работал адекватно раньше они делали бюджетники тоже вот бюджетник сидела вырежут с него 3g может помните такие были моменты когда 3g не было это старый advance старые все самсунги старые модельки представляете вырезать с телефона 3g когда уже 3g было распространено везде делать это типа бюджетную модель ну это смешно просто еще я помню подруги себе покупал давненько был когда еще раз учились самсунг но это такой тормоз просто это ужас и а до этого у меня был galaxy fit самсунг это еще до с серии то все дела и в этом galaxy fit он был старше года на три на четыре должны за года там еще android мой был у него был 3g out star star advance их лишили 3g модуля делали так сказать бюджетники вот и вы сделаете вы нормального здесь нету сканер от всяка пальца ну слава богу что он тут нету дайте памяти людям здесь по любому память как резаная болты кстати одинаковые все я думаю не перепутаем в одну банку скидывается опять дала болю кстати болтов до хрена вот я не знаю на хрена и кто столько вот эти вот крышечки пластиковые держат эти болты мне кажется 4 болта и защелочки вот за глаза бы хватило здесь нет они делают 50 болтов чтобы люди мучились болты кстати все магнитные то есть вокруг камер тоже магнитные я так думаю фокусировки здесь нету наверное может быть ошибаюсь ну проверять не буду смысл не мой телефон менский так ну что обесточили аппарат откинули шлейф аккумулятора откинули шлейф дисплейного модуля ничего не напоминает ни окой телефон вот такая конструкция дисплея у нас один шлейф а тут еще хвостик никого не напоминает подсказать может такие китайцы которые есть у нас 7а помойки модели если они ошибались фонар вот у них такая вот шняга тоже самое то есть нижняя вот эта плата она у нас питается от этого шлейфа от основного интересное решение интересное сколько аппаратов столько и решений принципу я уже молчу там чуваки и делали раньше что sony делали раньше как это вообще отдельная история про лилиза пропонула опять я не купил себе сепаратор у меня не хватает денег да я ноюсь но и сновис потому что просмотров мало youtube мне них и на не платят хотя мне бы наверное хватило до месяца выплаты ютуба чтобы я купил сепаратор поэтому товарищи подписывайтесь на канал обязательно лайк подписка просмотров по кругу просмотры папку бабки папку плюс сепаратор будем разбирать все намного быстрее может меньше будут рындеть единственное надо было сначала проверить дисплей я просто системная плата выпала то есть она вот на этих платах держалась но бы дисплей надо проверить чтобы потом старый ск叛排 ну практически паразии уже все устал я думаю не страшно помню сейчас просто отрывел от сюда все крошится собака такая сеточка динамика спалила вместе с клеем это мухи у нас в этом году я не знаю уже холода они все еще живые смотрите системная плата просто убегает с аппарата она хочет из него уйти конструкция довольно интересная шлейф идет под дисплеем прям под самим и светочувствительный датчик такого я еще не видел что под дисплеем шел шлейф тоже кстати герметик такой довольно мягкий все вот стопу открываю и герметик самим целиком идет чистить да господи а клей хорошо внести клести к отмене это ужас собрал то есть ну герметов видите да идет стекол накрошил вообще все руки все пашки бережок как обычно так и у нас еще стеклышко мухи были подалили вообще кстати вот хорошо что датчик вот сюда выведен не как на хонаре что вот здесь сбоку приходится клеем маленько не наносить дабы не залипит датчик очень хорошо снимается скотч герметик скорее всего это может скотчник такой хрен этих корейцев собранных китая не поймешь есть вроде бы вроде бы есть создавать еще по кромке пройдемся все стекла убрал ну полин системная плата конечно ты меня бесишь то уберем ее вообще-то в сторонку чтоб она не болталась под рукой подметем от остатков стекла потому что мелкие группирики по-любому здесь на рамочке осели пока нигде не цепляется так не вижу у меня слетела короче единочка с датчика вот она если что лежит потом надо не забыть ее поставить обратно и интересно вот так пострадал дисплей да сильно а рамочка не пострадала подозрительно может по нему стреляли из воздушке ничего не такого я не удивлюсь таскаю всяких разных тут бомжет приходили принесли ноутбук ноутбук ровер бук там доисторически ядерник винда слетела только надо винду поставить и это маленько соком хорошо это продать я ладно включаю у него артефакты на экране ну ты все уже не нужен мне такой куда мне в артефакте там видео чипска если отвалился даже копаться не буду то есть там ловчинка выделки не стоит нет все ну хотя бы зарядницы бери я зарядник забрал за 100 рублей зарядник забрал смотрю они через дорогу переходят и в помойку выкидывают зашибись ни себе ни людям то есть могли бы мне отдать бесплатно не отдали ну хорошо ты зачем мне вот эту помойку выкидываешь возле меня возле магазина завтра мне другие бомжи этот же ноутбук принесут но пока не несли пока не принесли возможно принесут обычно так происходит так эту резиночку я поставил место здесь нам надо снять сеточку динамика но уже нету нету так 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 надо не накрошить все рачки динамика у нас статьи болезнь сидит так хорошо здесь довольно хорошо погнул погнул маленько погнул это плохо попробуйте разрезаем подцепить да да вот прям так отлично на том же герметике кстати на котором все дисплей поправим сейчас мы прикинем корпус новый дисплейный модуль пломб все оставляем пока что ссылочка кстати на модуль для вас в описании под этим видео проходим смотрим покупаем даже если не покупаем просто проходим смотрим смотрим на модуля думаем заниматься ремонтами не заниматься так этот шлейфик я тоже пожалуй подключу стеклышко осталось под панелькой хрустит слышно здесь у нас железное основание за из плей так что не страшно потому что стеклышко попало сейчас мы его просто уберем плата слетала сама по себе когда надо ее поставить она не садится здесь стоит у нас не сказал это резко не амолед слава богу это радует не радует то что он не включается потому что шлейф кнопки включения у него снизу на корпусе и плата у меня маленько входит не контактит поэтому не включается включается спускается я думаю быстро включится не буду вырезать маленько стеклышки подберу еще не буквально стеклышки подберу чтоб фарш не перерезать шеточка плохо нормально сядет тишина какие они медленные самсунги да ладно не понял кто не понял тот не понял помните какая была заставка что случилось потом мне интересно загрузка а ого прогрузил заставку да товарищ чтобы загрузилась экран домашний загрузился было бы хорошо так не надо мне обновлять ПО по моему на экране что-то было куда делось я не знаю давайте попробуем тут же в бок в звонилку в звонилку пройдем там по моему белый фон да белый фон и дайте яркости маленько надо сюда еще яркость выкрутим и зо светов я не вижу дальше открывается адекватно тест татер включать не будем смысл не вижу сейчас вот так проверим на телефон без сим-карты полетели сомс так мы видим да тач отзывается корректно думаю не будем мы вызывать тест так отключаем металово отключаем дисплейный модуль здесь у меня тут тоже есть отключаем плату которая вечно пытается свалить убираем не достаем вылезем вылезем есть так где-то у нас там было стеклышко сейчас мы его отсюда естественным путем вылетим не вижу больше и поехали 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 пломбочку теперь можно клеят пломбы которые не рвутся красавцы пока не отклеишь теперь наш любимый т7000 т7000 по периметру сеточка динамика у нас стоит на месте никуда не свалили и поехали кстати дисплей на него довольно дорогой учитывая что это IPS довольно дорогой дисплей более двух тысяч стоит рублей так что ощутимо допустим с холорами сравнивать там тоже хорошие дисплеи хорошая цель передача ну блин две тысячи это ну какой-нибудь Honor 10i можно купить дисплей я думаю он дешевле 10i Honor SP кстати на 10й тоже там же тоже на 10 стоит этот IPS и на 10 тоже кстати об с лишним тысяч стоит два с половиной даже дисплей прям ну такие цены на IPS экраны не IPS я бы сказал так что более Samsung что-то цены гнет ну может быть подешевле так со временем я надеюсь что-то интересно с низ не ложится ага надо было сначала низ короче положить низ положить низ положить а потом вверх положить ну тут маленькая желтая система конечно ну ничего знаете слава богу нашли не под аккумулятором идет я вот смотрю и радуюсь что аккумулятор мне надо снимать вот аккумулятор снимать это еще опять видите запропанул греть не хочется просто не хочется давайте собрался щиток закрывать плату не поставил системы нахрена нужно плату установил сейчас мы сюда еще кабелек протянем чтобы у нас антенка ловила а то вдруг антенн клави перестанет подключим киталово щиток абсолютно пластмассовый вообще ни разу не металлический вот так защелочка и поехали нашими болтами которые у нас все одинаковые давайте наверно включим он сразу включается где-то сюда вот такой бородатый проружжал проружжал значит у нас нижняя плата все-таки со мной стыканулись скейф подключили мой коллектор но болтов конечно здесь вообще камеру поправить надо вот вот это вот абсолютно лишняя камера вторая вот они были не поставили себестоимость была особо наверное не изменилась аппарата ну может быть там немного но за то что они поставили накрутка на аппарат стало намного больше вот вот у них такая вот система дебильная навешать то что не нужно все здесь щелочка есть защёлкнули иначе у вас крышку не закроется кстати кто знает сколько стоит аппарат напишите в комментарии я с е-каталогом не работаю я его не рекламирую поэтому цены я не знаю на аппарат на аппарат который без сим-карты телефон мой без сим-карты сейчас мне удивлюсь и звонок пойдет сегодня еще будет фрп наверное фрп на дэкспи даже не знаю как снимается даже модель еще не смотрел будем смотреть разбираться тоже может быть видео запишу а может быть не запишу хрен его по настроению посмотрю как оно у меня будет может быть его не будет хрен его знает ты отзывается отзывается на место вернем не хочет крышечка на место идти почему-то сейчас откроем посмотрим почему не хочет крышечка на место идти так ну засветов пятен я не вижу абсолютно белый кран без засвета без пятен довольно неплохого качества опался это по-любому не оригинальный за 2000 они продают а может быть оригинальный вы знаете сейчас за пистями вообще проблема с этой пандемией сейчас уже не знаешь где оригинал где не оригинал делают довольно таки неплохо рамочка сила идеально сейчас мы его на резинке стянем подсушим и отдадим клиенту кстати на не забыть поставить сим лоток сим-карты клиентовской а то потеряем вот такая вот была замена дисплейного модуля на аппарате samsung а 0 1 ссылочки в описании вам спасибо за просмотр с вами был руслан канал китаец отличился до новых встреч пока пока